Павел Елисеевич Иванченко ничего не забыл. В годы войны ему было столько же лет, сколько этим девчонкам и мальчишкам. Подростки помогали партизанам информации, сообщали о передвижении немецких войск на Северном Кавказе. У нас в тот период времени, в войну, все комсомольцы были настолько патриотичны, настолько стараясь помочь родине. Акция «Вперед на Запад» приурочена к 70-летию Великой Победы. А проводится в этот день, потому что 28 октября 1944 года Украина была полностью освобождена от немецких захватчиков. Красная армия, разгромив врага на территории Советского Союза, двинулась дальше на Запад. Ведь шли с боями Краснодарский край, Украина, Белоруссия. Пол Европы были освобождены в жесточайших боях. Организовали митинг и встречу со старшим поколением Управления молодежной политики администрации города и Центр военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи. Без прошлого нет будущего. Мы хотим сказать огромное спасибо ветеранам. К сожалению, не могут принять участие в таких мероприятиях непосредственные участники освобождения Европы от фашистских захватчиков. Ветеранам далеко за 90-е и те, кто живы, не могут уже выходить из дома. Но живопамять и сочинцы, которые пришли сегодня на митинг, не остались равнодушны к историческим военным датам. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.